всем привет на этот раз возьмемся за обзор навигационных радиосигналов и систем нашим глобальным ориентиром служит разработка вычислительных систем получать необходимый опыт нам помогут широко используемые примеры из жизни это должно быть нескучно и полезно а пока разбираемся с предметом нашей дальнейшей работы вашему вниманию представляется несколько серий обзора радиомаяков это один из первых способов навигации после многовековой эксплуатации небесных светил с изобретением радио у штурманов воздушных судов появилось чуть больше способов поиска дороги домой независимо от того моряк или летчик довольно востребованным инструментом штурмана являлся секстант устройство позволяющее измерить угол подъема далекой или близкой звезды над горизонтом совместно с точным хронометром это давало возможность вычислить широту и долготу воздушного судно начнем с самой простейшей радионавигационной системы эта система так называемых маркерных маяков сперва о проблеме которую они решают полеты воздушных судов проходят не всегда в абсолютно идеальных условиях природа нередко подкидывает сюрпризы в частности такие как условия недостаточной видимости представьте только что было видно местность на многие километры вокруг при входе в облачность пилот как будто утопает в молочном напитке горизонт визуально не наблюдается взлетно-посадочная полоса неизвестно в каком месте в этот самый момент максимальную информацию о полете приносят индикаторы навигационно-пилотажных приборов обработкой их показаний представляет собой довольно сложную для человеческой психики задачу самым главным помощником в это время является индикатор авиагоризонта он находится на первичном полетном дисплее синяя половина неба и коричневая земли позволяют судить о положении самолета в пространстве кроме того индикатор авиагоризонта совмещен с индикатором воздушной скорости и высоты кроме высоты индикатор показывает вертикальную скорость все эти показатели собраны в одном месте не случайно полетный дисплей несет основную информацию о том находится самолет в так называемой посадочной конфигурации или нет посадочная конфигурация это соблюдение нескольких условий одновременно скорость горизонтальная и вертикальная высота и другие параметры в строго отведенных для этого диапазонах в любом случае параметры полета нужно контролировать снижение воздушного судна к торцу полосы происходит по воображаемой линии называемой глиссадой следовать глиссаде самолету помогает специальная радиотехническая система называемая курса глиссадная система английская аббревиатура и л.с. подробности работы этой системы будут рассмотрены в будущем сейчас заостримся на более простой составляющей радиотехнической системы это маркерные маяки на осевой линии взлетно-посадочной полосы на некотором удалении от торца размещаются антенны излучающие вертикальном направлении задача приемника сигнала маркерного маяка это принять его в строго определенном конусе и сигнализировать о пролете над антенной для пилота это будет означать пролет определенной точки и в соответствии с документацией на аэродром будет понятно удаление самолета от торца полосы в этот самый момент необходимо удостовериться в том что самолет имеет посадочную конфигурацию на остановку десятков и сотен тонн массы самолета со скорости 250 300 километров в час выделено всего пару километров полосы и только соблюдая все параметры полета можно не ударить шасси по грунту досрочно не выкатится за пределы полосы и не перегреть тормоза на этом рисунке показаны примерные нормативы размещения маркеров относительно полосы кроме того для отличия одного маркера от другого синусоидальный сигнал передатчика модулируется по амплитуде низкочастотным сигналом с частотой 400 1300 3000 герц модуляция это не постоянная а временная состоящая из точек и тире подобно азбуке морзе это все меры защиты позволяющие пользователю отличить сигналы маркеров от различных помех способных попасть в узкий диапазон частот приемника конечно же не всякий аэродром обладает всем набором маркеров часть аэродромов расположена у берегов водоемов или в горной местности что не позволяет размещать маяки точную информацию о расположении маяков пилоты находят в документации поскольку сигналы этих маяков предельно просты и приемник не работает ни с какими сложными индикаторами то придумать не сложную схему обработки сигнала не составит большого труда известно что несущая частота всех маркеров 75 мегагерц эта частота подвергается амплитудной модуляции низкочастотным сигналом еще не так давно каждый школьник знал как принимать и обрабатывать подобный сигнал высокочастотное заполнение синего цвета невозможно услышать человеческому уху кроме того это слишком большая частота для того чтобы раскачивать диффузор динамика добраться до низкочастотного колебания можно путем выпрямления знака переменного напряжения высокой частоты и последующим сглаживанием пульсаций низкочастотным фильтром в будущем рассмотрим подробности реализации такого приемника в цифровом виде выделенное низкочастотное колебание теперь может быть подано на звуковой динамик на самом деле в этом приемнике чуть больше науки чем сейчас сказано кроме звуковой индикация может быть использована и световая а это уже приводит к необходимости раздельного зажигания индикаторов выделенный низкочастотный сигнал в зависимости от частоты тона зажигает только одну из сигнальных ламп для решения такой задачи придуманы частотные фильтры фильтр позволяет выделить один из участков частотного спектра сигнала подавить другие участки и после выпрямления и усиления оставшегося сигнала использовать его для включения лампы подробную реализацию элементов приемника в цифровом виде пока не рассмотрим впереди еще немало подготовительных видеороликов приятнее вникать в подробности когда соблюдается принцип от простого к сложному поэтому набираемся терпения продолжение следует подписывайтесь на канал чтоб не пропустить новые видео а также не забывайте что на канале яндекс дзен выходят интересные статьи по материалам будущих видео до новых встреч 1 350 метров 200 метров Взлет в поле. 150 метров. Садимся. 100 метров. Восемьдесят. Шестьдесят. Толста. Сорок. Тридцать. Двадцать. Десять. Десять. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Двести полсотника.